Вот уже и половину служения, как правило, наше, наверное, даже больше пробежало, не знаю как. Перед нами очень важная часть – благодарить Господа, поэтому, декану, прошу, пожалуйста, пройдите. Мы будем сейчас вместе с вами молиться за хлеб насущный, видите, он как символ всех божественных благословений. В народе, знаете, говорят, хлеб всему голова. Так действительно, без другого можно обойтись, а вот без хлеба, конечно, обходиться очень-таки сложно. Поэтому, дорогие друзья, братья готовы, я попрошу вас всех, ну, наверное, посидите немножко, они скажут вот первый, и тогда мы встанем для молитвы и благословим имя нашего Господа. Он достоин, пожалуйста, по порядочкам. Дорогие братья и сестры, я приглашаю вас сердечно от души помолиться Богу за времена плодоносные в нашей стране, что мы имеем хлеб насущный на наших столах в избытке. И это великая милость Божья. Поэтому я прошу, чтобы от души, от сердца поблагодарили. Многие не имеют этого, а мы имеем в избытке. Пусть ваши сердца будут открыты и уста, чтобы хвалить за это Бога. Давайте встанем для молитвы. Отец наш Небесный, мы дети Твои, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. И мы хотим быть благодатными. Видим Твою милость. Ибо велика милость Твоя, Господь. До сего места Ты помог нам. Аллилуйя. Ты благословляешь нас, посылаешь на все необходимое для жизни. Мы имеем все в достанке, особенно хлеб, Господи, мы имеем в достанке разного вида, Господь, который укрепляет нашу плоть. Хвала Тебе, Аллилуйя. И мы благодарим, 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 превозносим. Прими нашу хвалу, прими наше благодарение, ибо Ты достоин. Пусть вся слава будет Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту воду, за Твой дар, который Ты даруешь каждому живущему на земле. Слава Тебе, Господь! Ты являешься этим источником воды живой. Благодарим Тебя, Господь, что Ты орошаешь все, животворишь, Господи, даешь жизнь. Благодарим Тебя, что мы при избытке имеем эту чистую воду. Мы можем пить ее, Господь, Господи, испытывая, Господи, в этом нужду. Мы величаем Тебя, как Творца, Создателя и Образователя. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты являешься источником воды живой, текущей в жизнь вечную. Благодарим Тебя, Божия. Будь во всем прославлен, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аллилуйя. Друзья, братья и сестры, перед нами молитва за Слово Истины, которое Бог даровал для нас и, слава Богу, продолжает даровать. Мы имеем в изобилии как тот хлеб, так и этот духовный хлеб. У нас в каждом доме несколько, я уверен, Библии, Иванлии, за что слава Господу. И поэтому Библия, это книга жизни, Библия, книга совершенная, исключительная, неисчерпаемая Библия, книга, в которой сказано все обстоятельно. Как о Боге, так и о человеке. Библия никогда не истощается, никогда не делается однообразной. Если бы она была однообразной, мы бы ее приставали читать. Но желание христианина, постоянно читая эту книгу, никогда не утрачает своей отзывости к человеку, к Богу. И поэтому мое желание, я знаю, что Бога желание, чтобы мы приняли все то, что написано в книге Библии, верою. Так, Иисус, благослови Боже. То есть разумом, а все остальное взяли верою. И я верю, я верю, я верю в том, что мы будем самые счастливые люди на этой земле. И поэтому помолимся, дорогие друзья. Аллилуйя. Сердечно поблагодарим Господа за это слово жизни. Дорогой Господь. А воочи. Боже наш. Хвала тебе, слава тебе. Услышь, Господи, Боже, голос народа Твоего, который в молитве приносит огромную благодарность. Огромную благодарность за книгу жизни, за Твое слово. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, которое не истощается, но постоянно наполняет нас живым источником. Словом истины Твоей. Слава Тебе. Так написано. Блажен человек, которого ты избрал и приблизил к себе. И открыл свою истину через слово свое. И поэтому добрым разумением и веде научи нас. Ибо заповедям Твоим мы веруем. Так написано в Псалме 118. И мы еще и еще раз благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. За это слово. За истину Твою. Которую мы веруем. Аминь. Аминь.